у за чума рамка всякие кнопки прям прям атмосферная классно смотрите какие у них окна были были на столько всего столько техники столько машин и надо это все как-то успеть снять полегче это чё блин охотники за привидениями что серьезно говорю саня вот тебе короче это волгарь как тебе носи духа тут получше чем тебя эти скажу не знаю на самолет или добираетесь как-то по-другому следить какой-то волк побываете здесь ночью здесь до какой ночи тут неважно ночью днем здесь нереальная атмосфера это чудо виселица то есть сюда бошку закидывать сюда голову закидывали и топором отрубали а вот еще и виселица есть там серьезно просто андеграунд хасов ребят не забывайте кто неравнодушен ставить лайки подписываться на канал смотрите ребят вот здесь байк-шоу происходит то есть по прямой балаклавы севастополь тут такой танк сейчас нам надо где-то запарковаться я не знаю где можно ли тут парковаться вообще а я думаю не сорить я думаю можно наверное сейчас запаркуемся выйдем за снею вкратце то есть вот танк стоит кабан ты же любишь танки смотрите здесь москва 1900 километров севастополь 17 километров озера газпорт рядом ливанья 59 орел это город 1600 километров сталинград 1200 километров то есть прикольно такая можно фотку так вот сделать вообще четко здесь пушка там подожди дверь закрыл на наносите случай закрыть но здесь возможно сейчас засниму что здесь есть беттер есть музей в общем прикольно всякие штуки байк-шоу здесь вот пулеметы реально угарно вот здесь даже менюха есть смотрите ну какие были цены летом подожди видно да видно можете посмотреть какая ретро здесь тачка есть смотрите здесь значок еще нормально плохо видно тачка есть она даже на номерах то есть по идее на ней можно поехать я думаю да жестко вот кафе а байк-кафе так вот этот значок я хотел сфоткать прикольно сейчас просим можно там пройти либо нет на территории не знаю и ворота адовые короче по приколу привет а гулять там можно спасибо так тут вот продают футболки всякую вещицы ну кому надо спросил да сказали погулять можно то есть видите вот такой вот блин я не знаю тут столько всего ну реально очень много то есть пароходе вот что-то написано так музей ретро техники у горы газфорта аврора байк-шоу ребята кстати байк-шоу это самое лучшее чем в моей жизни было ухты песик спит но не будем убудить да ребят серьезно кто не был ни разу на байк-шоу очень советую очень атмосферно когда сюда приезжаете одевайте косухи не знаю там какие-то вещи если есть велик приезжайте на велике блин вот это техника здесь вообще просто люди серьезно ребят если кто-то не был ни разу на байк-шоу он каждый год проходит в конце в начале августа в середине блин очень советую реально советую это реально очень круто особенно если вы ни разу не были если вы ни разу не были побывайте вас впечатлит серьезно я не шучу вас впечатлить сто процентов о паровозик говорили что сюда вроде как заходить можно так опачки пара босс блин вообще тема ребят какой паровоз 1 здесь что можно здесь вылезть получим по приколу но здесь придется оба спрыгивать потом вы бежите до байка прыгайте на байк и едете на нем блин так музей что это дт-15 он дт-15 технику посмотрите но я буду подходить какой-нибудь техники которая жесткая ну вы поняли прикольно газ а к катюша нифига себе научи круто выглядела катюха но стреляла залпами ракетами блин вот это техника зил катюша офигеть офигеть кабан ты это видишь мне кажется ты бы с ума сошелся потому живую увидел блин вот это круть так опель это опель блиц опель блиц даже такие тачки есть жесть какая-то нереальная смотрите вон таун техника я в афиге газ 51 пожарный автомобиль охренеть это чё за подводная лодка блин ребята да я уже тысячу раз сказал ребята ну и что ау щит подождите посмотрите видите вот так куда нужно зайти забежать внутрь а вот здесь тоже вход был как вам зачем баранка не крутится на хрен тут есть рычаги всякие на кнопки можете нажимать ехать катиться блин больше атмосферно реально прям прям атмосферно классно смотрите какие у них окна были вот открываются тут шкафчики да можете что-то замыкать там нычку закладку сделать 8 по приколу так ау давайте вот тут спустимся щит мазафога это было жестко то есть они просто отрезали от локомотива кусок и поставили здесь а чего мелочиться думать да вообще нормально вот здесь вот смотрите стиль а молодожены он написано кто венчается еще что-то приезжайте сюда блин если я буду когда-то обручаться с девушкой я обязательно здесь это сделаю мне пофигу я просто приезжаю сюда и делаю это здесь уху это чё зависели то есть сюда башку закидывали так на 1 сюда голову закидывали топором отрубали а вот еще и виселица есть и лебедка блин здесь вообще какой-то андеграунд хасал вам серьезно говорю просто андеграунд хасал бревно но тип мочится ну в смысле вы деретесь подушкой мочится не мочится вы поняли короче какая-то блин и столько всего столько техники столько машин и надо это все как-то успеть снять полегче это чё блин охотники за привидениями серьезно говорю тут какой-то трэш 1 так лесенки так это волга да саня вот тебе короче это в болгарь как тебе носи духа тут получше чем тебя эти скажу поэтому подумай заменить но такой же блин что-то у меня какие-то эмоции до похода ребят смотрите в лов еще одна волга газ блин саня вот это аппараты а там даже каска есть какая-то пояс мишка дохлые пчелы да ребят повторюсь не это много раз могу повторять если вы ни разу не были на байк-фесте я вам советую настоятельно в этом году побывать на байк-фесте неважно с какого города просто берете путевки там не знаю на самолет или добираетесь как-то по-другому средь какой-то волк побывайте здесь ночью здесь до какой ночи тут неважно ночью днем здесь нереальная атмосфера здесь хардкор хэви металл понимаете даже если вам это не нравится поверьте вам то понравится ночью потому что тут стоят на полянах здесь стоят как бы вам объяснить прикольно здесь все усеяно в шатрах в мотоциклах то есть вы идете везде блин стоят палатки люди байки ему там шоу происходит нереальное посмотрите в интернете в бейте байк-шоу 2019 вы просто охренеете какое там было шоу я был я вам так скажу что это лучшее что я видел своей жизни серьезно там была нереальная атмосфера просто зашкаливающая и причем я был трезвый я даже не выпил ни грамма и мне было в кайф а я думаю если вы еще бухаете так вообще это просто нереал фантастика так смотрите вот так вот надо отойти о красава красавчик так зайдем наверх блин насколько же здесь круто кто-то может сказать блин олег что же здесь крутого на блин ребят ухты смотрите какие машины металлические вы приедете сюда побывайте здесь походите первый раз в жизни если вы здесь будете первый раз поверьте вы впечатлитесь я вам гарантирую просто понятно когда вы много раз уже здесь были вы скажете там обычно нет нет ребят здесь необычно далеко таки необычно здесь пейзажно атмосферно очень клево поэтому нифигища здесь необычно смотрите вот такой ключик ну то есть ключик хорошей даме ключик вам в общем приезжайте сюда и венчаетесь обручаетесь здесь очень круто а вы топим дальше так смотрите вот какой-то паровоз но почему-то заделан его почему-то заделали вот еще один ухты 10 августа да байкфест проходит 10 августа я вспомнил я думаю разных числах нет именно 10 августа здесь не видно наверное отсвечивает но тем не менее внимание проход закрыт ведутся технические работы по подготовки давайте сфоткаем по подготовке к байк-шоу и вот здесь сайт вымещен смотрите опч фоточка такая да все теперь у нас есть фотка так наверное лучше так вот нормально вон там числа висят на вышке 10 августа но половину цифр оторвали но букв все ребят гоним дальше кому понравится обзор пишите возможно еще сюда приеду сделаю более детальный обзор схожу туда там прогуляюсь везде потому что здесь территория она на самом деле очень огромная то есть так территория здесь очень огромная она гигантская она как можно в ту сторону пойти так и вон туда то есть дальше то вот как мы зашли мы пошли влево а можно направо пойти там тоже очень большая территория 100 здесь вот эта территория она вообще гигантская здесь везде есть какие-то уникальные вещи там я не знаю статуи машина техника в это здание можно будет заглянуть но на это все нужно время ребят не забывайте кто неравнодушен ставить лайки подписываться на канал от души душевно в душу тем самым вы мне поможете и стимулируете меня пилить контент дальше все ребзя топим